дорогие братья и сестры приветствую вас сегодня и мы сегодня вечером будем открывать свои сердца перед господом и принимать то что он приготовил для нас в это время это очень важно для каждого из нас и для меня тоже давайте сейчас вначале помолимся дорогой наш небесный отец мы открываем наши сердца перед тобой просим чтобы слово твое оно касалось нас изменяла наши жизни благослови господь каждого кто будет слушать тебя восполни нужды наших братьев и сестер чтобы мы господь уйдя от суеты от наших обстоятельств от наших трудностей мы могли сейчас открывая свои сердца слушать тебя прикасаться к тебе мы очень любим и благодарим тебя аминь давайте с вами поговорим сегодня о воде о живой воде я думаю что каждый из нас нуждается в особенном наполнении от господа или просто вас в наполнении недавно очень я чувствовала себя разбитой мне очень нуждалась в радости нуждалась каком-то вот наполнение именно мира покоя и мне хотелось этого чтобы в моей жизни было больше чтобы никакие обстоятельства или какие-то там не знаю препятствия что-то происходит то что в жизни она не мешала мне радоваться и вы знаете вот эта тема наполнение тема живой воды она меня затронула также мы недавно читали с младшей дочерью сказки мы читаем разные русски народные разных писателей и вы знаете практически во всех народностей во всех произведениях присутствуют какие-то небольшие элементы сверхъестественных или волшебных явлений о чем я говорю ну например о живой воде мы читали братьев грим живая вода так и называется сказка и там отец королевичей он болел и для того чтобы ему исцелиться ему нужна была живая вода глоток этой живой воды и вы знаете иногда нам нашей жизни очень нужна такая живая вода ведь живая вода даже в сказках она не только исцеляет не только дает здоровье но она дает силы она дает радость даже дает молодость неплохо как бы каждым в доме иметь такой кувшинчик до живой водой раз так понадобилось немножко выпил и хорошо есть наполненный есть радость есть любовь есть мир но на самом деле мы с вами знаем что это не реальность это такого не происходит вы знаете живая вода это не просто вода волшебная если вообще затронуть тему воды вы все знаете что вода она нас насыщает она нас питает что человек не может долго время обходиться без воды сейчас в наше время очень трудно представить что у нас нет воды у каждого в доме есть водопровод у нас есть кран из горячей с холодной водой каждый день мы умываемся с вами мы принимаем душ мы можем заказать питьевую воду и она доступна для каждого из нас вне зависимости от того какими средствами мы обладаем но если мы с вами обратимся сейчас к другому времени обратимся к израильскому народу до ветхом завете то мы поймем что для них вода это на самом деле источник источники силы источники жизни давайте прочитаем с вами из бытие двадцать шестой главы с двенадцатого по девятнадцатой стихи исаак поселился в гераре и сел исаак земле той и получил в тот год ячменя во сто крат так благословил его господь и стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше до того что стал весьма великим у него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей и филистимляне стали завидовать ему и все колодези которые выкопали рабы отца его авраама филистимляне завалили и засыпали землею а вимилех сказал исааку удались от нас ибо ты сделался гораздо сильнее нас и исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине герарской и поселился там и вновь выкопал исаак колодези воды которые выкопаны были во дни авраама отца его и которые завалили филистимляне по смерти авраама и назвал их теми же именами которыми назвал их отец его и копали рабы исааковы в долине и нашли там колодец воды живой мы видим здесь что колодцы в то время это источники воды в том климате в той географической зоне что значит израиль это пустыня это засушливая земля воды там очень мало и она на самом деле источник жизни часто в одном поселении был один колодец и это было очень ценным имуществом забладание колодцам боролись завоевывали эти колодцы колодцы эти имели название и они были знаменитыми например многие из вас знают такой такие колодцы как колодец иакова колодцам приходили за водой для того чтобы совершать омовение для того чтобы напоить стада у колодцев отдыхали уставшие путники у колодцев собирались люди и общались друг с другом если смотреть на наших героев веры ветхом завете то некоторые из них даже находили жен у колодцев это было очень серьезно и когда мы с вами читали бытие 26 главу мы видим что великий израильский народ при исааке он обрел силу величие могущества и когда филистимляне это поняли что они сделали они завалили эти колодцы которые были у израильтян которые были у див они завалили и тогда великий народ несмотря на то что обладал силой обладал богатством он вынужден был уйти в другую местность и найти другие источники воды вырать другие карл колодцы живой водой почему живая вода да потому что живой водой в то время называли в воду проточную не стоячую не болотистую не мутную а именно та которая течет прочитаем давайте с вами сейчас еще одно место из пророка иеремии 2 главы 13 стиха ибо два зла сделал народ мой меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые которые не могут держать воды прочитаю еще раз ибо два зла сделал народ мой меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые которые не могут держать воды и здесь мы видим на примере израильского народа что когда оставляются одни источники воды то вынуждены искать другие если нет одного колодца то тогда идут к другому колодцу чтобы жизнь была в народе чтобы жизнь была у человека мы также в нашей жизни мы с вами строим такие колодцы которыми ходим для того чтобы наполниться мы иногда забываем об источнике нашей жизни и пытаемся найти любовь радость наполнение в другом колодце в другом источнике например в семье или в карьере работе в развлечениях в хобби и даже в служении мы ждем что мы получим этого очень много и нам будет хорошо мы сможем успокоиться и сказать да я получил я наполнился и это весьма хорошо как бы поставив жирную точку в этом но мы бывает часто разочаровываемся приходим к такому выводу что мы не получаем того что мы хотели либо же получаем это наполнение эту радость или любовь или мир но на время на краткое время либо же то что мы получаем это ну не то что мы ожидаем получить как подделка под оригинал знаете маленькие дети они любят играть но вообще для детей это нормально до основной вид их деятельности игра и вот когда они маленькие мы покупаем им игрушки то тогда они почему-то в них очень редко играют я заметила что когда маленькие дети играют они любят это делать со взрослыми вещами их не интересуют мишки зайки мячики часто их интересуют телефоны ноутбуки пульты от телевизоров ну там мешки пакеты еще какие-то вещи и вот производители игрушек они додумались до того что они сейчас делают эти взрослые ну как бы вещи те же гаджеты те же телефоны но делают как подделки то есть внешне если взять телефон игрушечной иногда можно не определить настоящий он или нет но я вам скажу точно с опытом мама двух детей что когда дети берут в руки такую вещь они через две минуты с легкостью могут распознать что эта подделка что это не настоящее и не будут с этим играть почему же внешне это все то же самое но когда они берут это в руки они видят что нажимая на кнопочку они получают не то что они хотели не тот результат это подделка или когда мы в семье когда приходишь домой ты встречаешь своего ребенка свою дочь или своего сына или мужа или маму родителей ты обнимаешь ты говоришь как прошел твой день ребенок говорит что тебя очень сильно любят целую тебя в щеку и ты рад наполняет тебя любовь наполняет себя некий мир когда ты приходишь допустим из каких-то трудностей до рабочих будни приходишь в дом и получаешь это наполнение но мы все знаем что в семье не всегда обнимают не всегда целуют в щеку не всегда радуются твоему возвращению в семье происходит и конфликты ссоры разногласия дети которые тебя обнимают они могут выражать свою свою непокорность или раздор произойдет между супругами и тогда это наполнение исчезает получается то что мы пытаемся найти она немножко не то она она совсем даже скажем не то она кратковременно это как вот разбитый колодец вот вы сейчас увидите картинки с разбитыми колодцами вот если на них внимательно посмотреть то в них все время что-то будет не до конца что-то будет не так они разбиты или они будут заросшими не будет тропинки колодцу вокруг будет расти трава и туда будет очень сложно добраться до этого колодца или там будет слом не будет ведра нечем будет почерпать воды или часть этого колодца они будут сломанными и невозможно будет опустить ведро в воду. Или же, опустив ведро в воду, её там не будет, или она будет, но её будет мало, и она будет мутной, непригодной водой для питья. То есть всё, что мы получим, оно будет не таким. Хочу ещё прочитать вам из Еремея, вот мы читали только что, Еремея 2, глава 13 стих, прочитать в современном переводе российского библейского общества. «Два преступления мой народ совершил. Он оставил меня, живой воды источник, а себе искусственные водоёмы сделал. Водоёмы эти растрескаются, воды удержать не смогут». И сразу прочитаю из Еремея 17, главы 13 стиха. «Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Очень часто мы не просто ходим к чему-то или пытаемся от каких-то вещей наполниться, забывая о Господе. Очень часто мы сами по себе являемся разбитыми колодцами, растресканными источниками воды, потрескавшимися родниками, которые не держат воду. Пытаемся, ищем способы из себя всего покорёженного начерпать воды, служить дома, в семье, работать, служить в церкви. Но мы не можем иногда ничего там найти. Или мы пустые, или то, что есть этого очень мало, или это негодно. Вы знаете, у меня на даче есть глиняный кувшин. Он мне очень нравится. Я его увезла на дачу, потому что, когда раньше я его использовала для того, чтобы ставить цветы, наливала воду и ставила цветы. И вот однажды я поставила цветы, и буквально через какое-то время я смотрю, а воды там нет. И я думала, куда делась вода. Но я увидела, что он стал трескаться, этот кувшин. Он был в мелкую такую трещинку. И вы знаете, вода стала уходить. Это было незаметно. Это не так, когда у вас в руках трескается чашка, из неё выливается вода. Нет, в этом кувшине есть вода, но она уходит потихоньку, незаметно. Также мы с вами, наполнившись чем-то, если мы снова не приходим к этому, снова не наполняемся, то потихонечку то, что есть в нас, оно уходит. Мы можем даже этого не замечать в суете каких-то дел, или в служении, или в работе, или в круговерте нашей жизни, но это потихонечку уходит из нас. Неприглядная картина, да, разбитого колодца или растресканного колодца, не могущего удержать в себе. Я хочу вам показать немного иную картину. Давайте прочитаем из песни-песней 4 глава 12-15 стихи. Я прочитаю снова в современном переводе российского библейского общества. Невеста, сестра моя, запертый сад, Дверь закрытая, родник запечатанный, Вдоль канала в твоих заповедный сад, Там гранаты и разные плоды, Там хна с нардом, там нард с шафраном, Имбирь и корица, ладан, мира, алоэ, Вселучшее благовоние. Родник посреди садов, Колодец со свежей водою, Потоки слива набегущие. Совсем иная картина колодца, Совсем иная картина родника со свежей водой. Хотим ли мы быть таким источником, Наполненный такой живой водой? Мы здесь видим, что приходит возлюбленный, Господь-жених, И Он называет Свою невесту таким колодцем. Он называет Свою невесту, церковь, Таким родником, источником свежей воды. Хотим ли мы быть таким источником? Хотим ли мы быть таким колодцем, Когда, читая даже вот эти строки, Ты можешь себе вообразить или почувствовать И запахи, и красоту того, Что происходит, описываемое там. Хочу прочитать еще интересную историю, Которую вы все знаете. Это, можно сказать, последняя история про колодцы Нашей священной книги, Писания, Библии. Это из Евангелия Иоанна, 4 глава. История интересная, когда Иисус, Он, уставший путник, Садится у колодца для того, чтобы отдохнуть. И встречает самарянку. Давайте прочитаем. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город самарийский, Называемый Сихарь, Близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, Сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии Подчерпнуть воды. Иисус говорит ей, Дай мне пить, Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, Как ты, будучи иудей, Просишь пить у меня, самарянки, Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, Если бы ты знала дар Божий, Кто говорит тебе, Дай мне пить, То ты сама просила бы у него, И он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, Господин, тебе почерпнуть нечем, А колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего, Иакова, который дал нам этот колодезь, И сам из него пил, И дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, Всякий, пьющий воду сию, Возжаждет опять. А кто будет пить воду, Которую я дам ему, Тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, Сделается в нем источником воды, Текущей в жизнь вечную. И вот история. Давайте с вами еще раз посмотрим на эту историю, Окунемся, так скажем, В то время. Иоанн в начале этой истории упоминает О том, что колодец, Этот колодец Иакова, О том, что он находится у самарян, Во владении. Потом уже, Когда в диалоге, Когда Христос разговаривает с самарянкой, Мы слышим, Что она говорит, Что иудеи с самарянами не сообщаются. То есть здесь, Вот если обратить внимание на эти моменты, То мы видим, Что создается образ того, Что происходит в обществе. Тут и политические моменты, И общественные, И религиозные, И дань традициям, И какие-то религиозные разногласия происходят. И когда самарянка, Она ему об этом говорит, То интересно смотреть на то, Что он очень многие вещи пропускает мимо. Он как бы не отвечает ей прямо, На ее вопросы. Он говорит немного о другом. Мы уже говорили с вами, Что у колодцев очень часто находили жен. Яков нашел себе жену, Моисей нашел себе жену. И здесь можно тоже представить, Что здесь Иисус, Уставший как путник, Он сидит как жених, Как наш возлюбленный, Как спаситель, Как мессия. И он сидит и ждет. Ждет невесту, Церковь в образе самарянки, Ждет, когда она придет, И обратится к нему. Вы знаете, Самарянка, Она пришла ко Христу, Пришла к Иисусу, К колодцу, Днем. Почему она пришла днем? Да потому что днем немноголюдно. И вы знаете, Колодцы в то время, Они делались вне стен города. То есть они находились за городом. Она вышла за город, И подошла к колодцу. Мы тоже такой же, Как самарянка с вами. Я, вы, Мы все вместе, Люди в этом мире. Мы не можем сказать, Что мы ведем достойный образ жизни Сами по себе. Но мы с вами, Тем не менее, Вырвавшись, Да, Из нашей суеты, Какой-то суеты повседневной, Мы сможем, Оставив это все, Подойти к колодцу, Которого сидит Иисус. И когда обращается к нему Женщина-самарянка, Он ей предлагает Напиться другой воды. Не с колодца. Он предлагает ей свою воду, От которой она не будет жаждать. И более того, Он говорит, Что напившись от той воды, Которую он даст, Мы с вами становимся Источниками такой живой воды. Мы начинаем быть колодцами, В которых вода, Она проточная, Не мутная, Она живая. Прочитаю из Иоанна 7 главы С 37 стиха. В последний же великий день праздника Стоял Иисус И возгласил, говоря, Кто жаждет, Иди ко мне и пей, Кто верует в меня У того, Как сказано в Писании, Из чрева потекут Реки воды живой. Не прекрасная ли картина? Хотим ли мы быть такими, Чтобы мы И сами чувствуя наполнение, Не являясь разбитыми, Могли еще изливать на других Вокруг себя? Очень хочется, правда? Но часто мы поступаем странно. Например, приведу такой пример. Когда кто-то болеет, Ну, есть, Хочу сказать, что муж мой, Он когда болеет, Он просто-напросто говорит мне, Юля, Дай мне какую-нибудь таблеточку, Чтобы я выпил и был здоров. Или, например, Скажи мне рецепт. Вот у меня болит горло. Что мне? Дай мне рецепт. Или, может, мне горлышко пополоскать, Или еще что-то сделать. Или, скажи, А какие мы анализы мне сделать? Я сделаю и буду здоров. И вот мы всегда хотим Такой кувшинчик, да, Имеясь живой водой на случай. Такой рецепт. Что мы, получив этот рецепт, Мы сделаем все, что в нем написано, И у нас все будет хорошо. А иногда, являясь разбитым колодцем, Мы идем за помощью, да, К другому разбитому колодцу. И просим, чтобы он нам помог. Но вы знаете, Я думаю, что не стоит искать рецепты На все случаи жизни. Нужно идти к врачу. Правда? Когда мы болеем, Не нужно у кого-то интересоваться, Как в нем можно вылечиться, Или как это можно сделать. В первую очередь нужно идти ко врачу. Так же мы в нашей жизни, Мы должны идти ко врачу. А у него рецепт. У него рецепт для каждого из нас. Он свой, он неповторимый. Он только для нас, Для тебя и для меня. Как же нам это сделать? Бывает так, Что мы с вами отдаляемся от него. И вот эта отдаленность от Бога, Она мешает нам. Нам мешает быть рядом с Ним. Мы в своей суете этой жизни Отдаем Богу, Как бы сказать, Престол Или право правления Там, на небесах. Раньше, когда свою дочь спрашивала, Где Бог находится, Она мне говорила. Или кто-то ее спрашивал, Она мне показала там, на небе. А мы здесь, на земле. И мы, бывает так, с вами и живем. Богу на небе далеко, А мы здесь, на земле. И это расстояние, Оно удаляет нас от Бога. Но это делаем мы с вами. Замечательно Давид В своем псалме 138-м говорит, Я прочитаю с 7-го по 10-й стих Куда пойду от Духа Твоего И от лица Твоего Куда убегу? Зайду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари И переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня И удержит меня десница Твоя. Вообще весь 138-й псалом Это о том, что мы понимаем, Что Бог везде. Бог рядом, Бог во мне. И вы знаете, Когда мы сами с вами Выделяем кусочек жизни Богу, То это очень мало. Например, 15 минут молитвы, 30 минут прославления, Или час проповеди, Или 20 минут поклонения. Но вы знаете, Бог хочет полностью всю нашу жизнь. Он не хочет вот эти кусочки. Более того, в Евангелии от Иоанна Он сам показывается, Как Он говорит своим ученикам. Он говорит, Что Он с нами одно. Что как Отец в Сыне, И Сын в Отце, Так и мы. Мы вместе с Ним. Мы сопричастники Его. И более того, Он сам не отделяет нас от Себя. Он говорит, Что мы одно, Что мы вместе. Это мы отделяем часто себя от Него. Это бывает иногда трудно понять. Но вот мы, например, У меня есть подруга Оля, И мы с ней работаем в одном кабинете. И мы с ней сидим, бывает, Ну мы с ней сидим рядом, И часто мы смотрим в компьютер, В бумаге, Не замечаем друг друга. И на работе мы с ней не разговариваем. Когда ходим в гости, Или гуляем вместе, Мы можем пообщаться, Поболтать, Рассказать все истории своей жизни. Но когда работаем, Мы бывают внимательно следим. И не разговариваем. Но тем не менее, Мы знаем, Что мы здесь вместе. Я знаю, Что Оля здесь рядом. И Оля знает, Что я здесь. Или, например, Муж и жена. Это одно целое. Находясь дома, В одном помещении, Даже, может, В разных комнатах, Не разговаривая. Ну, по разным причинам. Может, Жена готовит покушать, Муж занимается делами. Но тем не менее, Они знают, Что они одно, Что им хорошо вместе. Не обязательно разговаривать. Да, конечно, Когда мы говорим Богу О своих проблемах, Когда мы ходатайствуем за что-то, Мы разговариваем с Ним, Мы говорим. Но когда мы молчим, Или когда мы что-то делаем, Но осознаём, Что Бог здесь, То это не говорит о том, Что Его нет. Он здесь. Прочитаю ещё из Псама 83-го, С 5-го по 8-й стих. «Блажены, Живущие в доме твоём, Они непрестанно будут Восхвалять тебя. Блажен человек, Которого сила в тебе, И у которого в сердце Стези направлены к тебе. Проходя долину плача, Они открывают в ней источники, И дождь покрывает её благословением. Приходят от силы в силу, Являются пред Богом на Сионе». Находясь рядом с Ним, Независимо в каких ситуациях, В любых ситуациях, Мы наполняемся от Него И открываем в себе Источники живой воды, Источники рек воды живой. И наполняем всё вокруг себя благословением. Иеремия, ещё в 17-й главе, В 8-м стихе говорит, Преподносит такой образ Дерево, посаженное при потоках вод, Что человек, который пребывает рядом с Богом, Он как дерево, Посаженное при потоках вод, И даже если засуха, То всё равно, Листья такого дерева, Они не вянут, Они зеленеют. И такое дерево Приносит плод всегда, Во всякое время. Вы знаете, Хотели мы быть такими Источниками воды живой, Источниками рек воды живой? Мне тут недавно Такой случай произошёл, Я отводила Арину на тренировку, Младшую дочь, И я её уже привела, И пошла сразу же уходить, А она крикнула, Попросила, чтобы я её подождала. Она хотела мне что-то рассказать. Она сдала одежду в гардероб, И когда подошла ко мне, Она сказала, Знаешь, мам, Я решила каждый день Женщине, Которая принимает одежду в гардероб, Желать хорошего дня. Меня это очень так коснулось, Потому что я ей об этом не говорила, Знаешь, там, Арина, Надо желать всем хорошего дня. Как-то вот не помню, Чтобы такой конкретный разговор был. Я спросила, Поинтересовалась у неё, А почему ты приняла такое решение? А она посмотрела на меня и говорит, Мам, Ты мне каждый день желаешь хорошего дня, И у меня день хороший, Моё настроение хорошее. И я решила, Чтобы у этой женщины Тоже был хороший день И хорошее настроение. Вы знаете, Мы тоже, Как дети у нашего Небесного Отца. Он, наполняя нас, Даёт нам возможность наполнять других. Как дерево, Посажено при потоках вод. Давайте с вами вернёмся Вновь к нашей картинке Иисуса у колодца. Вы знаете, Этот колодец до сих пор Очень знаменит. И вы сейчас увидите фотографию Этого колодца. Он до сих пор есть, Этот колодец Иякова. У колодца была построена Христианская церковь. За всё это долгое время Она несколько раз разрушалась, Несколько раз восстанавливалась. Сейчас там находится монастырь. И именно этот колодец Находится в монастыре. Этот колодец Почитается и христианами, И иудеями, И самаритянами, И мусульманами, Всеми-всеми. Но самое, Я не знаю, Как сказать невероятное, Не скажу, Что это интересное, Но именно в этом монастыре Рядом с этим колодцем Несколько раз совершались Убийства на религиозной почве. Несколько человек были убиты, Потому что они были Другого верования, Непохожими на тех людей, Которые боролись за правду, За свою религиозную правду. Давайте вспомним, Как в Евангелии от Иоанна В 4 главе Иисус сидит у колодца. Колодец находится За пределами города. Самарянка в безлюдное время Выходит из города, Чтобы набрать воды. Иисус предлагает Женщине изменить ее жизнь. Иисус предлагает нам Менять свою жизнь. Предлагает испить От Него воды живой. Что выбираем мы с вами? Можно сказать, Как самарянка. Помните, В 12 стихе, Что говорит ему самарянка? Она говорит, Неужели ты больше Отца нашего, Иакова, Который дал нам Этот колодец, И сам из него пил, И дети его, И скот его. Можно сказать так, Сказать, Что зачем мне нужна Иисус, Твоя живая вода? Вот, Это колодец. Мы из него все пили, Наши деды пили, Наши отцы пили. Я буду дальше пить Из него. И остаться, Как религиозные верующие, Которые до сих пор Находятся там, Рядом с колодцем Якова. И твоя жизнь, Она не изменится, Она останется прежней, А может быть изменится, Но не в ту сторону. А можно сделать Другие выводы для себя. Во-первых, Это наше решение. Я независимо от суеты И дел, Которые есть у меня, Я выхожу к нему. Я иду за границу Всего того, Что у меня есть. Выхожу за город, И в то время, Когда никто мне не помешает. И второе, Это выбор. Когда передо мной Есть колодец, Пусть даже знаменитый Колодец Якова, Но рядом с ним Иисус, Я выбираю всегда Его. Я обращаюсь всегда к Нему. Хочу прочитать в конце Откровение Иоанна Богослова, 21 глава, 6 стих. И говорит здесь сидящий На престоле Иоанну, Совершилось. Я есть Альфа и Омега, Начало и конец, Жаждущему дам даром От источника воды живой. Вы знаете, Бог на протяжении Всего, Всей истории, Всего священного писания, Все тех поколений, Которые веровали в Него И шли за Ним. Он проводит эту мысль, Что мы можем Только наполняться И только, Как сказать, Исполняться Духом Святым, Исполняться живой водой, Нести спасение И в своей жизни Для других людей Только тогда, Когда пребываем рядом с Ним. Ничто другое Не может заменить Христа в нашей жизни. Никакая подделка Не может заменить оригинал. Не нужно нам искать Другие колодцы. Не нужно нам Отворачиваться от источника Живой воды. Вот он здесь, Он рядом. Он не на небе, А мы на земле. Он здесь, Он в нас. И каждый раз, Когда мы, Отвергая суету, Останавливаясь, Обращаясь к Нему, Понимая, Что он рядом, Мы наполняемся от Него. Давайте не будем искать Рецепты и правила, По которым нужно следовать. Давайте всегда, В первую очередь, Обращаться к Нему И искать у Него Источники воды живой. Давайте с вами вместе Будем такими источниками, Чтобы те, Кто находится рядом с нами, Там, Где потрескалась почва, Там, Где засушливая земля, В пустыне, В долине плача, Мы из себя открывали Эти источники воды живой. И изливая ее, На ней израстала зелень, Красивые растения. Как говорили, Мы читали песни песней, Там были специи, Нард, Там был шафран. То есть это были благовония, Которые невеста, Церковь, Мы с тобой, Можем принести для своего возлюбленного, Как благоухание, Его славы. Давайте сейчас закроем глаза И помолимся. Нам всем это нужно. Мне очень сильно это нужно, Потому что каждый день прожитый без него, Без его наполнения, Он как бы зря прожитый. Он не достиг того, Что мы могли сделать в этот день. Мы не прославили Христа, Мы не были рядом с Ним, Мы не наполнились от Него. Давайте с вами сейчас помолимся, Склоним головы. Дорогой наш Небесный Отец, Мы благодарим Тебя За то, что Ты в нас, То, что Ты рядом в нас. Ты нас садила Сопричастниками Божеского естества. Ты сказал, что мы Твои дети, И Ты наш Отец, И что мы с Тобой есть одно. И Ты источник нашей жизни, Источник нашего спасения. Мы не отвергаем Тебя, Как источник нашей жизни, Нашего спасения. Мы прибегаем к Тебе, И мы не собираемся строить Искусственные, Растрескавшиеся родники, Источники. Не собираемся приходить К разбитым колодцам. Но мы будем у Твоих ног Познавать себя, Наполняться Тобой. И мы хотим, Как говорит Священное Писание, Чтобы из нашего чрева Текли реки воды живой, И наполняли, Принося плод, Вокруг, Всё, что есть. Для каждого человека Мы могли бы приносить Эту воду живую. Благодарим и прославляем Тебя, Святой наш Господь. Пусть Господь благословит Каждого из вас И наполнит, Наполнит своим помазанием, Наполнит своей любовью. Да благословит вас Господь. Дорогие братья и сёстры, Ещё хочу вам сказать Огромное спасибо За ваше жертвенное сердце, За то, что вы благословляете Церковь Божию И приносите свои пожертвования. Мы очень любим вас И очень благодарны вам. И сейчас вы сможете Посмотреть ролик О способах пожертвования. Дорогие друзья, Пожертвования можно внести Любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви NewLife.ru В разделе «Поддержать нас» С помощью платёжного сервиса Робокасса Вести сумму И выбрать любой Из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, Который также размещен на сайте церкви В разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн В разделе «Оплата услуг» Набрать церковь «Новая жизнь» Города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя Встанут автоматически. Вам необходимо будет внести Вручную сумму И назначение платежа. Пожертвование На осуществление Уставной деятельности. Большая просьба. Точно указать Именно такое назначение платежа. Способ четвёртый. Любым другим безналичным способом По реквизитам Указанным на сайте церкви NewLife.ru В разделе «Поддержать нас». Если у вас возникают вопросы О способах пожертвования Вы можете задать их По телефону 8-912-22-333-02 Пожалуйста Не используйте этот номер телефона Для перечисления средств. Он предназначен только для информации. Продолжение следует... Продолжение следует...